Пандемия коронавируса притормозила не только автомобильный рынок. Коснулась она и законотворчества. Например, проект закона, запрещающего штрафы за превышение средней скорости, Государственная Дума в первом чтении одобрила еще в прошлом декабре. Но по пути ко второму чтению документ завис. Авторы законопроекта считают, что штрафы за превышение средней скорости на некоем участке дороги противоречат российским законам. По административному законодательству у нас правонарушение должно быть зафиксировано в конкретное время, в конкретном месте. Здесь же на протяжении нескольких километров автомобиль мог ехать сначала с превышением плюс 50, потом он мог ехать с превышением плюс 20, потом он мог постоять на заправке и выехать из зоны фиксации, якобы вообще ничего не нарушив. Кроме того, авторы законопроекта ссылаются на то, что в правилах дорожного движения и КОАП отсутствует понятие средней скорости. А привлекать водителей к административной ответственности на основе домыслов и расчетов недопустимо. Это, по их словам, справедливо и по отношению к камерам, фиксирующим перестроение через сплошную линию разметки в туннеле. То же самое касается туннеля. Если водитель въехал по одной полосе, а выехал по другой полосе, да, он, возможно, нарушил правила дорожного движения, пересек разметку в неположенном месте. Но откуда эта камера, которая фиксирует изменения рядности, знает о том, что происходило в туннеле? Прошлую осенью Верховный суд отменил совсем уж анекдотичный штраф за превышение средней скорости, выписанный водителю в Смоленской области. Между двумя камерами было целых 80 километров. Попутно Верховный суд поставил под сомнение обоснованность взыскания. Но дело тут не только в противоречии правовым нормам. Пытаясь обмануть комплексы, вычисляющие среднюю скорость, автомобилисты порой рискуют. Для того, чтобы обойти эти камеры, водители, рискуя жизнью, рискуя здоровьем, приближаются на небезопасное расстояние к впереди идущему большегрузному транспортному средству. Для того, чтобы камера из-за габаритов большегруза не смогла зафиксировать номерной знак легкового транспортного средства, соответственно, уже рассчитать среднюю скорость просто будет невозможно. Срок внесения поправок в законопроект давно истек, а потому инициативу должны рассмотреть после 13 сентября, когда в Госдуме начнутся пленарные заседания. Если документ поддержат, то штрафы за превышение средней скорости могут отменить уже в этом году. Продолжение следует...